Ум – это не только высокий уровень IQ. Логическое мышление, интуиция и принятие правильного решения могут помочь выжить в некоторых ситуациях. Давайте проверим вашу логику, наблюдательность и знания, и посмотрим, сможете ли вы разгадать эти загадки для умных. Номер 10. Животные инстинкты. Во время путешествия вас отравил волшебник. Он сделал противоядие, которое вылечит вас, но оно находится в металлической бутылке на вершине скалы. Человеку забраться туда невозможно, но перед вами три зелья. Каждая может превратить вас в животное, обладающее полезными для этого задания навыками. Какое животное вы выберете, чтобы достать противоядие? А. Орел. Б. Горный козел. В. Обезьяна. Для орла скала не будет проблемой, так как можно просто подлететь к бутылке. Но как ее открыть? Ее нельзя разбить не пролив зелья, ведь дорога каждая капля, и птицы не могут отвинчивать крышки. Орел не подойдет. А как насчет горного козла? Он карабкается по скалам лучше людей, и вы быстро заберетесь наверх. Но как и орел, вы не сможете открыть бутылку, не потратив в пустую зелье. Остается только обезьяна. Мастер скалолазания, она может забраться на вершину, и имея подходящие большие пальцы, сумеет открыть бутылку, не разбивая ее. Узрите силу примата. Номер девять. Драка или побег. Исцелившись, вы чувствуете себя прекрасно. Волшебник понимает, что яд вас не одолел, и тогда он начинает старомодный бой на мечах. У вас нет никакого оружия, только собственные кулаки. На полу рядом с волшебником лежит нож, а за вами выход. Что вы выберете, чтобы выжить? А. Схватить нож. Б. Сбежать. В. Драться кулаками. Если вы не мастер боевых искусств, то кулаки против меча самоубийство. Что касается ножа, то подходить к безумцу с мечом или подкатываться к нему, или приближаться как-то еще, значит дать ему возможность напасть. Самый безопасный вариант – это бежать. Он может быть быстрее, но вы ближе к двери, так что это преимущество. А если забереть дверь, то он задержится, по крайней мере, на какое-то время. Номер восемь. Быстрое мышление. Ваш побег удался. Но, убегая прочь, вы внезапно замечаете, что над вами начинается гроза. А. Никакого естественного укрытия нет, и молнии ударяют в землю со всех сторон. Что нужно сделать, чтобы было больше шансов пережить удар молнии? А. Лечь на землю. Б. Спрятаться под деревом. В. Сесть на корточки. Молния поражает самые высокие объекты, так как электричество ищет кратчайший путь к земле. Так что, если вы спрячетесь под деревом, то вы либо поджаритесь, либо вас раздавят. Ложиться на землю тоже не лучшая идея, ведь все ваше тело соприкасается с землей, и вы превращаетесь в большую мишень. Но если сесть на корточки, то вы будете балансировать на небольшой площади, сократив рост. Даже если вы не полностью устранили риск попадания молнии, то свели его к минимуму. Номер семь. Выбор рациона. Пока вы спасались от молнии и сидели, не двигаясь, злобный волшебник смог вас догнать. Он колдует огромный магический купол над вами. Кажется, что выхода нет, но места и ресурсов вполне достаточно, чтобы развести огонь и приготовить еду. Возможно, вы здесь навсегда, и волшебник предлагает вам вечный запас одного продукта. Это может быть единственное, что вы будете есть. Что сохранит вам жизнь и здоровье дольше всего? А. Картофель. Б. Соевые бобы. В. Сельдерей. Соевые бобы содержат большое количество белка и весьма калорийны, но их недостаток – это нехватка важных витаминов. Людям необходимо 13 важных витаминов и 9 аминокислот. В бобах есть все незаменимые аминокислоты, но при этом мало витаминов. Если они не питают иммунную систему, вы будете подвержены болезням, а также повреждениям нервов и мышц. Сельдерей в основном состоит из воды и целлюлозы, так что он невероятно низкокалорийный даже в больших количествах. Без необходимых калорий вы в итоге умрете от голода. Так что остается картофель. Смесь белого и сладкого картофеля содержит все важные аминокислоты, витамины А, Е и С и множество калорий. Разумеется, если есть один продукт всю жизнь, с организмом будут проблемы, но картошка даст самый здоровый шанс на выживание. Номер 6. Какой цвет? Бродя в куполе, вы начинаете чувствовать жажду. К счастью, вы замечаете три ручья, протекающих через него. Голубой, коричневый, а также розовый. Так как кристально чистой воды нет, то из какого ручья будет безопаснее всего пить? А. Голубого. Б. Коричневого. В. Розового. Вам нужно точно избегать розовую воду. В природе этот цвет связан с типом сточных вод, которые содержат тринитроталуол или же тротил. Это высоко токсичное вещество, которое очень опасно. Голубая вода опасна не меньше. Но ведь любая вода голубая? Нет. Ручей не такой глубокий, чтобы голубой был результатом поглощения света, как в океанах и озерах. Скорее всего, такой цвет вызван частицами меди или железа из известняковых пород или токсичных водорослей, придающих голубой оттенок. В любом случае это опасно. А вот коричневая вода в природе обычно просто мутная. Не очень приятно, но она не убьет вас. Так что пейте. Номер 5. Выбор пути. Выпив, вы понимаете, что ручей достаточно глубокий, чтобы можно было проплыть под куполом. Но волшебник не отстает, так что вы бежите по берегу. Вы прибегаете к каньону длиной в несколько километров и около 9 метров в ширину, а дно такое глубокое, что его не видно. Кто-то натянул поперек него канат, и рядом есть хрупкая на вид ветка длиной метр восемьдесят. Но рядом больше ничего нет. Вы А. Воспользуетесь канатом. Б. Прыгните с веткой. В. Прыгните с разбега. Мировой рекорд по прыжкам в длину 8 метров 9 сантиметров. Если вы не спортсмен мирового класса, то вы не сможете перепрыгнуть каньон. А если использовать палку как шест для прыжков? Она слишком короткая и не даст преимущества. Плюс она еще и тонкая, так что сломается или согнется, стоит надавить на нее. Так что остается канат. Но не нужно быть акробатом, чтобы использовать его. Скрестите ноги и подтягивайтесь на руках, и тогда вы проползете как ленивец. Медленно, но верно. Номер 4. Доза адреналина. Вы отвязываете канат, и волшебник не может пойти за вами. Вы свободны и возвращаетесь к цивилизации, где пишете книгу и становитесь богатым. Но вы скучаете по опасности. Тогда вы решаете заняться экстремальным видом спорта, но не хотите умирать. Вам еще столько всего нужно сделать. Какой из этих видов спорта с наименьшей вероятностью убьет вас? Как показывают данные о видах спорта, ваши шансы умереть во время бокса составляют где-то 1 к 2200. Учитывая, сколько людей занимается боксом, это высокий показатель. Дельтапланы хуже. Тут вероятность смерти 1 к 560. Тогда гонки будут безопаснее? Нет, вероятность смерти гонщиков гран-при составляет и вовсе 1 к 100. Получается, что самый безопасный вид спорта бокс. А вот останутся ли у вас зубы, это уже другой вопрос. Номер 3. Помощь органами. К сожалению, вы проигрываете свой первый бой, и вас отвозят подлатать в больницу. Вы замечаете, что несколько пациентов едва живы и отчаянно ждут лечения. У них и у вас одна и та же группа крови, и вы решаете пожертвовать один орган. Но это очень трудно. Посмотрите на этих людей и решите, кому вы сможете отдать собственный орган. Легче всего, конечно, было бы пожертвовать кровь, но книга в руках мужчины показывает, что он свидетели Иеговы. Большинство сторонников этой веры считают переливание крови неприемлемым. К сожалению, вы не можете помочь ребенку, так как его тело слишком маленькое, чтобы принять орган взрослого. А вот женщине, нуждающейся в печени, можно помочь, ведь у вас одна группа крови. Для донорства печени у вас отрежут небольшую долю, которую пересадят женщине. Удивительно, но примерно через 3 месяца и печень рецепиента, и печень донора полностью вырастет. Делиться очень полезно. Номер 2. Смертельная затяжка. Восстанавливаясь после доброго поступка, вы решаете пойти подышать свежим воздухом. У входа в больницу курят несколько человек. Это вредно для их здоровья, но знаете ли вы, кто из них умрет от курения с наибольшей вероятностью? А. Мужчина с сигаретой. Б. Женщина с сигаретой. В. Мужчина с сигарой. Посмотрим на мужчину с сигарой. Из-за этой привычки у него в 10 раз больше шансов умереть от рака гортани или пищевода, чем у некурящих. Но курильщики сигар обычно не вдыхают полностью, и у них меньше шансов получить рак легких. Самый смертоносный тип. Хотя это не значит, что сигары безопасны. А как насчет женщины? Курящие женщины в 12 раз чаще умирают от рака легких, чем некурящие. Но мужчины-курильщики умирают от этого рака в 22 раза чаще некурящих. Этот парень умрет с наибольшей вероятностью. Возможно, что после ваших мрачных предсказаний они все бросят курить. Номер 1. Выбор спасителя. Вы готовитесь к выписке, когда появляется президент США, чтобы открыть новое крыло больницы. Да, вы в Америке, и здесь такое постоянно происходит. Но скорее всего. Ваша жена помогает собрать вещи и говорит, что президент дает благословение родителям новорожденного ребенка. Но случается катастрофа. Новое крыло больницы рушится. Вы оказываетесь на краю ямы, окруженной развалинами. Внизу вы видите женщину, президента и родителей, держащих своего малыша. Спасатели уже близко, и никто не пострадал, судя по всему. Но ваш внутренний герой очень хочет помочь. Вы только что перенесли операцию и можете спасти только одного из них, не причинив себе серьезного вреда. Кого вы обязаны спасти в таком случае? А. Президента. Б. Ребенка. В. Жену. Итак, благороднее всего было бы несомненно достать ребенка. А патриотичнее всего помочь президенту выбраться наверх в безопасное место. Но по закону Соединенных Штатов Америки ваш долг перед супругой – спасти ее в чрезвычайной ситуации, если вы можете. Жена даже может засудить вас, если вы не попробуете спасти ее. Так что, дамы, вперед! И вот жена уже с вами, и пришло время заслуженного отдыха. Пока что. Вы смогли пережить все приключения? Или вы ошиблись в некоторых случаях? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!